Тема действительно просто мега важная и очень-очень полезная. Согласны со мной? Если не планировать свой результат, как вообще можно прийти к результату? Я думаю, нам с вами надо размяться немножко, да? Давайте встанем. Вздохнём. Я серьёзно, встаём? Я понимаю, что приросли немножко, приклеилось где-то что-то. Встаём. Все-все-все-все встаём. Потянулись, кровь в голову новую пустили. Вдох-выдох. Вспоминаю своё недавнее, прошлое фитнес-инструктора. Сейчас проведём урок йоги. Готовы? Да. В таких условиях. Все же лидеры. На голове постоим. Итак, что мы делаем? Давайте сделаем массажик соседу. Приятненько. Давайте соседу справа. Плечики помнём. Так, кто нас... Мы же все это думаем. Эй, давай, не подожди. Мы хорошенько размяли плечики. Поменялись. Теперь соседу слева. Серёж. Теперь встали ровно. Говорят, чтобы кровь в голове лучше поступала, нужно... На голове постоять, я же сказала. Сейчас вытягиваем руки вперёд. Находим там уши. Сметрём, что есть силы. Я серьёзно. Находим уши. Свои не находим. Не разбинаем. Не разбинаем. Чтобы покраснели немножко, чтобы... Всё? Сбодрились немножко? Отличненько, вообще супер. Сразу бодрость такая. Ну что, дальше готовы работать? Немножко повеселились, посмеялись. Зарядились энергией. Итак. Присяду. Давайте. Сконцентрироваться на очень-очень крайне-очень важной теме, которую озвучит следующий спикер. Какую же цель? Ты сейчас должна говорить, нет? Хорошо. Какую же цель многие преследуют, приходя в рефлей? Как вы думаете? Варианты? Ну вот как ни крути. Сначала, я думаю, всё-таки сюда все приходят за деньгами. Меркантильные все. Да, тихо, Нюша, помяли друг друга уже. Конечно. Сначала всё-таки это деньги. Как ни крути, человек всегда приходит за деньгами, потом уже, конечно, там признание и всё остальное. Это тоже важно. Но это, наверное, уже потом появляются, да, такие потребности. Второстепенно. Деньги всё-таки это очень важно. Это даёт свободу. Основная цель многих людей здесь – это заработать побольше денег и стать свободным, прежде всего, в финансовом плане. Да? Да, следующая тема как раз этому у нас и посвящена. И мы приветствуем следующего спикера. Кто же нам лучше его может рассказать о деньгах? Как вы думаете, кто это? Да, всё правильно. Встречаем бриллиантного директора компании «Реклэйн» и «Реклэйн» и «Реклэйн». Всем привет. Что-то тут рисовали на меня, да? Ну, скажите, друзья, то есть я правильно понимаю, что все пришли на бизнес, и все ставят перед собой какую-то цель – зарабатывать деньги. И моя цель – показать, как я это вижу, да? То есть вообще кому деньги нужны? Ох ты. Смотрите, то есть в жизни каждого человека происходят такие разные периоды зарабатывания денег. И когда мы начинаем, когда-нибудь там в молодости, подростки или институт ходим или заканчиваем, первая такая цель – заработать хоть какие-то деньги. У кого такая цель была? Вот заработать хоть что-нибудь. Там неважно, что, да, то есть без опыта не беру и так далее. Потом эта цель немножко меняется, и тогда вы уже начинаете думать, где заработать. Там в два раза больше. То есть вы уже зарабатываете там 10 тысяч. У вас уже следующая цель – там 20 тысяч зарабатывать. То есть такая вот. Я вот просто уже на себя проецирую, да? Когда вы зарабатываете 20 тысяч, у вас там появляются новые амбиции. Там зарабатывать, например, там 50-100 тысяч. Вот кто работает на работе и зарабатывает от 50 тысяч и выше? Есть такие, у кого на наемной работе такой доход? Есть такие люди? Так, раз, два, три. То есть человек 5, наверное, да? Получилось. Совсем маленький процент. Но когда вы начинаете на работе хорошо зарабатывать, вы понимаете, что вы там много работаете, и у вас начинается следующая цель. Так, зарабатывать столько же, а работать меньше. Есть такие, да, мысли? Как зарабатывать много, а работать поменьше? И вот рано или поздно вы все равно придете к такими мыслями, а как зарабатывать много не работая? Да, то есть, и потому что действительно, вообще правильный вопрос про деньги – это не важно, сколько вы зарабатываете, важно, сколько вы будете зарабатывать, когда не сможете работать. Да, вот, задавали себе уже, кто такой вопрос себе уже задавал? Сколько я буду зарабатывать, когда наступит время, когда я не буду работать? И вот почему я пришел в этот бизнес? Потому что я нашел здесь вот этот ответ, я увидел, как построить систему, которая действительно будет не просто хорошие деньги приносить, а приносить деньги даже в тот период, когда вы не работаете. И я хочу, чтобы вы сразу увидели, да, вот эту перспективу, и чтобы вы начали в голове эту картинку рисовать. То есть, как вы понимаете, да, что наш бизнес – это не продажа. Наш бизнес – это построение большой структуры, дистрибьюторов. И чтобы этот бизнес стал стабильным, нужно, чтобы ваши дистрибьюторы, в вашей структуре появлялись лидеры, которые зарабатывают, те самые директора, да, то есть, квалификация директор. Это товарооборота, в среднем, там, 300 тысяч рублей в месяц, или, там, 225 в каталог, кто как считает. И задача, по идее, это выращивать директорские группы. Кто понимает, что нужно вот эти директорские группы выращивать? Кто вот это понимает? А кто знает, сколько директорская группа приносит денег? Сколько? Так, кто-то 7, кто-то 5. А в деньгах? Динарс. 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 От товарооборота. От товарооборота. Ну, вот, вот вы, да? У вас есть директорские группы? Одна, например, может быть, две. Или сколько? Динарс. Шесть. Шесть. Сколько каждая приносит? Пять процентов. А в рублях? Ну, по 10. Пять процентов от 7,5 тысяч. Мало. Пять процентов от 7,5 тысяч. Мало. Так. Ну, кто-то говорит, 10 тысяч, кто-то 15. Ну, допустим, 15 тысяч, это сколько получается? Значит, 6 групп приносит. Мало. А если у вас 6 групп, вы сколько будете заработать? Говорят, что 200. А говорят, что 200, да? Да. Что-то они с растушки. Да, поймите, что, ну, то есть вы должны понимать, как вообще бизнес выглядит, да? Что это не просто там электрическая группа, она может быть, действительно, это может быть электрическая группа, у которой там товарооборот 300 тысяч. И вам с этого 5 процентов хватит, это 15 тысяч, да? А может быть, это группа, у которой товарооборот, например, 900 тысяч. Тогда больше. Тогда больше в 3 раза. Правильно? А про глубину-то вы знаете, что с глубиной деньги зарабатывают? Да. А если под вами бриллиантовый директор, сколько будете с него зарабатывать? Раз, половину. Денег. Не задумывались, да? Да. Вот тогда я начал вот это просто считать, да? То есть я начал считать, что оказывается, что директорская группа может тебе приносить 12 тысяч рублей, а может приносить 100 тысяч рублей. Понимаете, да, какая разница? То есть одна директорская группа, то есть один человек в Одессе, он может сделать такую организацию, которая будет вам приносить 100 тысяч в месяц. И самое интересное, что вот эти 100 тысяч в месяц, это действительно будет стабильный доход. И чем больше вы с этой группой зарабатываете, тем меньше вы на нее тратите время. Вот такая у нас закономерность. Очень многие люди, как бы в нашем бизнесе, говорят, я хочу построить остаточный доход 30-40 тысяч. Слышали такое? Вот нету, к сожалению, 30-40 тысяч. Вот как ни странно, если вы хотите зарабатывать 30-40 тысяч, вам придется много работать. Это самый такой напряженный момент, когда вы просто директор с зарплатой 40 тысяч. Вот в этот момент вы больше всего будете работать. Вы должны это понимать. То есть это не остаточный доход директор. Потому что под вами сколько там менеджеров, которые зарабатывают? 3, 5, 7, 10 тысяч рублей. И это не стабильность. То есть ни в коем случае нельзя в этот момент думать, что все, вот вы зарабатываете 30-40 тысяч, у вас там наступила пенсия, да? То есть вы будете действительно стабильно зарабатывать, когда под вами люди будут не только 40 зарабатывать, даже это я стабильность не считаю, когда люди будут под вами 140 зарабатывать. Вот если вы хотите построить действительно серьезный бизнес, он зарыт в том, чтобы люди под вами зарабатывали 100, 150, 200 тысяч. То есть и когда я вот это понял, я уже начал смотреть не на то, сколько я зарабатываю, а сколько люди подо мной зарабатывают. Понимаете? То есть уже концентрация мысли немножко на другом. То есть мне нужен стабильный бизнес. Что для этого надо? Чтобы подо мной были директора, ну уже драгоценные директора, которые зарабатывают 100, 150, 200 тысяч в месяц и так далее. Вы же знаете, что у меня в организации есть там, в которой много зарабатывают. Так вот, когда вы начнете концентрироваться на этом, у вас бизнес немножко по-другому начнете видеть. То есть вы будете думать уже не о том, какой ваш результат, вы будете думать о результате своих людей. И вы действительно начнете звать людей в бизнес и говорить, мы вместе работаем на твой результат. Понимаете, да, вот эта философия? Когда вам выгодно, чтобы под вами люди 100 тысяч зарабатывали, 200 тысяч зарабатывали. Именно в этом закрыты, зарыты самые большие деньги. Если под вами 6 бриллиантов директоров, попробуйте, посчитайте, сколько вы зарабатываете. То есть бриллиантовый директор приносит от 70 тысяч в месяц и больше вам. 6 бриллиантовых директоров 420 тысяч. Самое интересное, что в этот момент вам не нужно их мотивировать работать. Вам не надо им планерки проводить. Согласны? И вы при этом действительно на них время не тратите, а деньги из этого получаете. И вот если ваша цель много зарабатывать и очень стабильно, попробуйте для себя нарисовать вот эту картинку, сколько у вас будет директоров с высокими доходами. Ну, то есть уже директора, там лидеры, да, то есть бриллиантовые директора, сапфировые, может быть, директора. И я рекомендую ниже 100 тысяч планку вообще не ставить. То есть вы приближаете людей, и им должны высокую планку сразу ставить. То есть вам выгодно это. То есть вспомним, да, то есть директор может вам 12-15 приносить, а может быть 100 тысяч приносить. Вам выгодно каких? То есть вам выгодно найти одного человека, которому будет 100 тысяч потом приносить, чем семерых, которые 15. Согласитесь? А работа-то, чувствуете, насколько разная будет проделана? Поэтому, когда вы этот бизнес строите, вы должны концентрироваться на поиске сильных людей. То есть ваш бизнес именно от этого зависит. Насколько сильных партнеров вы способны найти, вырастить и дать им уму-разуму, да, научить. Но не за них что-то делать, а чтобы они самостоятельно начали работать. То есть и, в принципе, я как, ну, там с цифрами, да, в голове. То есть я это все в цифры для себя привожу. Для меня Алифэм – это инвестиционный бизнес. То есть я инвестирую сюда свое время, свои знания, вкладываюсь в людей. И потом действительно получаю тот самый остаточный доход, о котором многие говорят, но не все его видели. Да? Многие говорят – остаточный доход. Но я когда-то говорил, не имея его, что да, здесь можно. То есть мы сейчас это видим. Но поверьте нашему опыту, да, что у нас вот за последние три года мы вырастили семь групп, а осталось шесть. То есть не каждая директорская группа – это стабильность. То есть и это нормальная, да, нормальная ситуация в бизнесе. То есть и если вы знаете вообще, как бизнесы растут… Сейчас затру. То есть график построения бизнеса. То есть вы думаете, что бизнес вот так растет? Нет. Возьмите любую компанию, там на биржу зайдите, да, посмотрите, как графики роста компании. То есть это будет утрировано, да, то есть она будет вырасти, потом просядет. Потом где-то поболтается, опять вырастет, поболтается, просядет. Но в среднем, да, это будет рост. И вот у нас в бизнесе примерно так же все происходит. То есть мы никуда для этого не деваемся. То есть у нас обычный бизнес, в котором есть взлеты, падения, у которого есть периоды там «вау», когда все лидеры печатают «Ой, я этот бизнес никогда не прошу». Потом бах, смотришь через полгода, что-то нет их. Да, нормальная ситуация, да. И вы просто должны понять, вы пришли сюда работать, и вы должны знать, что у вас будет вот этот график, но в итоге вы все равно будете расти. Если вы будете этим бизнесом правильно заниматься, то есть ищем людей, доводим их до хорошего результата, ищем людей, у которых большие амбиции, думаем больше не о своем результате, а о результате своих людей. То есть и даже если вы наводите человека в глубине, да, то есть бриллиантный директор под вами, то есть неважно, в первом у вас линии, в шестой линии, вам все равно это будет выгодно. То есть не бойтесь вкладываться в людей, которые в глубине. Алена у нас с Родионов в какой линии, кто знает? В третьей. Не в первой. Да, то есть это, как оказывается, все равно приносит хорошие деньги. Поэтому, когда вы строите этот бизнес, да, то есть вы должны смотреть вот на это, на всю, на всю вот эту группу. То есть неважно, как там, кто там располагается. Где-то там внизу появится лидер, у которого будет там 8 групп, да, и вам это будет выгодно. Поэтому я прямо настойчиво рекомендую искать по всей глубине лидеров и не бояться работать. То есть у нас часто ошибку такую делать. Ой, я буду вот в этого вкладываться, я вот этому зарплату сделаю. Да, вот не бойтесь кому-то делать квалификации. То есть вам это все равно в плюс потом выйдет. То есть если бы мы так думали, да, то есть у нас там Родионов в третьей линии, зачем мне вкладываться, зарплату кому-то делаю. То есть и не было бы сейчас всего такой, да, интересный. Со сцены не выгодишь. Поэтому в нашем бизнесе действительно, да, все завязано на директорских группах. Надеюсь, маркетинг вам по персоналке не надо рассказывать. Да, то есть это на самом деле там, все-то цифры, концентрация на мелочи, она не интересна. То есть вы должны видеть все, ну, глобально. То есть я когда в этот бизнес пришел, у меня не было там цель 7500 баллов. У меня была цель там 100 тысяч баллов. То есть я хотел построить бизнес 100 тысяч баллов. Да, то есть, поэтому в голове вот эти 7500, то есть когда там, вот вы ставите 7500, вы вот и будете на нем держаться. У нас есть лидеры, скажем так, которые 10 лет из каталога в каталог делают 7500. Понимаете, понимаете? Ну, по реформе я имею в виду. Вот представьте, у человека 10 лет 7500. Поэтому не ставьте перед собой вот эту маленькую цель. Там 100 тысяч баллов, это уже вы должны понимать, какая это у вас организация, да? Я планировал 100 тысяч баллов, у меня рекорд сейчас 775 тысяч баллов в каструбе. Кто-то говорит там, я хочу там на 7500. Представляете, да, вот эти вот среди этих 775 тысяч баллов, где вот эти там 7500 затерялись? Поэтому действительно постарайтесь в голове вот прям для себя нарисовать вот эту большую картину вашего бизнеса, как вы его видите, да? Какая у вас глубина, какая у вас ширина. То есть, понятно, да, что если вы всего-навсего там золотой директор, у вас всего две группы, ну, это на какой-то период вам даст, и это может быть стабильность даст, но высоких доходов в будущем, скорее всего, вы не увидите. То есть, чтобы золотому директору зарабатывать сильно много, ну, теоретически это надо, чтобы там обе ветки были там исполнительными, да? Какая статистика, да? То есть, чтобы вы зарегистрировали двух лидеров, и оба стали исполнительными. Ну, вероятность маленькая, потому что всегда есть процент, да? То есть, у вас будет одна группа там делать там 40 тысяч баллов, вторая группа там 100 тысяч баллов, а третья там группа 300 тысяч баллов будет делать. Совершенно разные группы, и чтобы найти сильных лидеров, надо перебирать. И вы потом поймете, что выгодно вот в этих лидеров в себя вкладываться, их сразу искать, потому что потом они не отнимают ваше время, а денег действительно много будете зарабатывать. Понимаете, где деньги зарыты? Да? То есть, вот куда смотреть? То есть, я пытаюсь свою точку зрения вам рассказать, куда я смотрю, да, о том, на чем я сконцентрируюсь, и почему там я на презентации рассказываю про 100 тысяч? То есть, я сразу сортирую людей. То есть, потому что рассказывать про 10 тысяч или про 15 тысяч, ну, вообще. А ведь таких людей, к сожалению, большинство, они еще 10 тысяч рублей. Как ни странно, да, это звучит? То есть, 100 тысяч не слышим. Вопросы на этом этапе есть? Не у кого? Понятно, да? Почему этот бизнес инвестиционный для меня? Потому что я вижу это, что я вложился в эту группу, довожу ее до уровня самостоятельно растущей. То есть, это не директорская группа, это больше. И потом это действительно начинает приносить тот самый вам инвестиционный доход, когда вы там 2, 3, 4 года готовы вкладываться в этого человека или в эту группу. Находите там сильных лидеров, и это вам приносит свои плоды. Поэтому хотите действительно много зарабатывать, начинайте думать, ну, более масштабно. Не 7500 у вас должно быть. У вас должны быть мысли, что у вас там группа под вами, там, 100 тысяч баллов, или там 50 тысяч баллов. Понимаете, да? Почему это происходит? Зачем так думать? Поэтому, по идее, вот все наши мысли, они проецируются на бизнес. Поэтому я призываю, да, чтобы у вас вот немножко более глобальное мышление началось, чтобы вы не боялись думать о больших цифрах. То есть, вот я посчитал, у нас 6 товароворот в год по структуре 5 миллионов долларов. Представляете? 5 миллионов долларов товароворот в год. То есть, я до этого занимался компьютерами. Вот компьютерами же круче, чем помазать торговать. Да, согласитесь? Я компьютерами торговал примерно на 3 миллиона в год рублей. А сейчас 5 миллионов долларов в год. Чувствуете, да? То есть, какой бизнес интереснее оказался? Компьютерами, да? То есть, вот. Поэтому, ну, понятно, что это не от того, чем ты занимаешься. Можно и компьютерами немного, да? Торговать. Просто, когда я начал этот бизнес вот видеть немножко по-другому, когда планы были уже не 7500, когда мы начали смотреть вот в эту глубину, когда мы начали видеть результат лидера на него констатироваться, и тогда пошел рост. То есть, в первую очередь, вы должны думать о своих лидерах, о своих партнерах. Чем больше вы не вкладываетесь, тем вам выгоднее. Золотой директор. Это, конечно, хорошо, но уровень маленький. То есть, ставьте большие планы. То есть, вот мы вчера разговаривали. То есть, не должно быть такого, что у вас там цель, просто там количество групп, 6 групп. Это процесс. Да? То есть, мы строим группы, а квалификация, это как производная от этой проделанной работы. Сколько их там будет, этих групп? 6, 8, 12? В принципе, не важно. Да? То есть, главное, вы этот бизнес, когда начинаете развивать, вы не, скажем, не ставите какую-то конечную цель. Все, 6 групп, и я там помираю. Правильно же? То есть, тут уже стиль жизни, когда вам нравится брать в команду людей, видеть, как они растут, как они растут головой, как они начинают и квартиры покупать, и машины покупать, да, и путешествовать. И самое классное в нашем бизнесе, когда вот сидишь на банкете директоров, а там Клазовик на сцене поет, и ты видишь, как два десятка твоих менеджеров там прыгает. Под его песню. Вот в чем кайф, да, этого бизнеса. И ты понимаешь, что ты просто что-то когда-то людям рассказал, а сейчас люди получают удовольствие, деньги, признание и многое-многое другое. Ну, наверное, на этом все. Вопросы есть? Все, вопросов нету. А, есть? Давайте. Погромче. Немного. Много ли отказов? Да. Ну, первые три месяца у меня были стопроцентные отказы. Сколько там было? 50-70, где-то вот первые три месяца были все отказы. То есть лично у меня первые три месяца ноль результатов. Ни одного группового баба. Скажем, не пройдет. Сколько регистрации как-то проходили? Сколько? Недельно? Еще раз погрубче. Сколько регистрации в неделю было? Недельно. Смотрите, вот когда мы начинаем новую группу запускать, я себе ставлю цель одна регистрация в день. То есть, если эта группа начинает работать и создает мне уже поток людей, то есть у меня уже просто времени физически не хватит. У меня рекорд 24 презентации в день. Поэтому, то есть, это уже как бы, когда вы на уровне, да, на высоком, у вас команда есть, вы понимаете, что у вас эта команда просто потом время занимает. Но, когда эта команда уже самостоятельно работает, вы начинаете новую группу, вы можете опять включить этот режим рекрутинга, и если вы новичок, да, у вас должен быть режим рекрутинга. Рекомендую стремиться хотя бы на регистрацию в день. Хотя, конечно, у нас там есть девчонки, Наташа Стадниченко, у нее там 10-15 регистраций в день было. Да? Ну, это был там сплошной поток людей перебисками и без живого общения. Живое общение, конечно, тяжело, вы столько, скорее всего, не получите. Но если у вас будет одна регистрация в день, статистика возьмет свое дело, вы через год будете зарабатывать тысяч 50 не меньше. Вопрос? Ну, просто все уже в порядке. Записывайте. Записывайте, и потом зададите. Что-то я вам могу пройти. Пора